Несмотря на то, что 7 апреля в поселке Кахем Кызылского района был снят режим ЧАЭС, сегодня службы спасения, оперативный штаб и спасатели аварийно-восстановительной службы работают в повышенной готовности. Продолжается помощь жителям, пострадавшим от паводка. Вчера поступило обращение от граждан, что некомфортно проживать по улице Целинная в шести домах. Соответственно, выехали туда, провели обследование, приняли решение о том, что на этот период просушки, осушки данных домов, люди будут размещены в арендованных квартирах. Квартиры начали арендовать уже сегодня. Напомним, в связи с резким потеплением, в поселке Кахем стремительным сходом Талых Вод в районе прилегающем горе Хербис были потоплены часть улиц и частных домовладений. Ситуация начала осложняться 24 марта. На следующий день на территории Козылского района была объявлена чрезвычайная ситуация муниципального характера. Специально был создан волонтерский штаб по оказанию помощи пострадавшим от подтопления домов. В круглосуточном режиме принимались заявки от населения по откачке воды с приусадебных участков и жилых домов. Работы по просушке домов продолжаются и по сей день. Продолжаются работы, связанные с приведением улиц Оржан, Кедровая. Вторая целинная в порядок. Идет подсыпка, утрамбовка. По мере проведения данных работ, соответственно, приступим к осушке домов по улице. Вторая целинная в просушке нуждается, согласно поступившим заявлениям, 6 домов. В соответствии с постановлением администрации Козылского района 30 марта заявления от граждан и юридических лиц о повреждении их имущества в результате чрезвычайной ситуации принимались до 9 апреля включительно. Что касается работ, связанных с оказанием материальной помощи пострадавших, завтра в 15.00 комиссия начнет свою работу по результатам обхода. Вы знаете, что несколько раз такие обходы совершались. И, соответственно, комиссия рассмотрит все 69 заявлений, которые поступили вот на вчера. Все заявления индивидуально будут рассмотрены комиссией. По всем заявлениям индивидуально будет даны ответы. Всего в поселке Кахем 127 семей получили помощь в виде продуктов, констоваров, одежды, угля и дров. Оставшаяся гуманитарная помощь передана администрации поселка Кахем. По новым заявкам продолжится передача помощи оставшимся жителям.